Парикмахеры завевают локоны конкурсанта, квизажисты заканчивают работу, одиноко ожидают события, бланки для оценок. Через несколько минут состоится финал проекта «Перезагрузка», и эти диадемы отправятся к победительницам. Пока гости и члены жюри занимают места в импромизированной гримерке, воспитатели детских домов, психологи и другие сотрудницы из образовательной и социальной сферы обсуждают финал проекта, который на протяжении года менял их внутренне. Я думаю, что когда с детьми работает наполненный, удовлетворенный собой, удовлетворенный жизнью человек, я думаю, что для детей это будет тоже очень хорошо, и все у нас изменится. «Перезагрузка» останавливала эмоциональное сгорание в профессии. Анастасия Бодрикова два года работает учителем-дефектологом в Семеновской школе-интернате. Говорит, что проект появился в нужное время. На первых порах работает легче, потому что ты выдушевлена этой работой, ты питаешься энергией детей. Пока легко, но впереди еще много предстоит сделать, и много вообще рабочего времени и рабочих моментов. И уже сейчас предугадываешь, что становится чуть-чуть тяжелее со временем. А как ощущают себя социальные работники, которые уже более 10 лет в профессии? Они неразрывны со своей работой. Не всегда мы успеваем на работу, одеться, собраться в красивое платье, нанести шикарный макияж. Здесь нам это все дали прочувствовать. И вот на сцену поднимаются 9 конкурсантов, которые познали все азытое менеджмента и дефиле. Их главная поддержка – дети, с которыми они работают. Потому что воспитатели, они все время на работе, на работе, ну, прям постоянно на работе, по крайней мере, моя воспитательница. И надо иногда себя как бы почувствовать девочкой, женщиной, ну, стать собой. Героини проходят по подиуму, выступают с творческими номерами, а параллельно жюри выставляют баллы. Здесь должны победить все, потому что девчонки, они просто огромные молодцы, что решились на то, чтобы выйти к зрителям, представить себя. Ведь видно, что они совершенно не публичные личности, но при этом они сегодня совершили такой рывок. Ими становятся Анастасия Бодрикова и Лилия Стадник. Лилия ушла из бизнеса, чтобы стать преподавателем-психологом в детском доме-интернате номер три. Именно она становится участницей конкурса «Миссис Нижний Новгород». Вот так рушится стереотип об образе социального работника.